Друзья, всем привет! Приветствуем, друзья! Сегодня нам привезут долгожданные диваны. Диван! Как мы ранее уже упоминали, диван мы купили онлайн. Тот, который мы хотели купить в Rooms to Go, там не срослось, поэтому амульчик поковырялась по интернету и нашла в Костка хороший диван для нас. Онлайн? Онлайн. Заказала онлайн, оплатила онлайн и теперь мы ждем доставку. Друзья, нам привезли диван. Пока мы, наверное, его будем ставить вот так, пока елка здесь, ну и, скорее всего, лучше всего, пока он так станет, а потом будем думать. Скажем, вот такая самая волнительная моя покупка, которую я сомневалась, нужно ли делать. Друзья, это не холодильник, это софа. Так у нас и есть софа, а какой холодильник, ты думала, у нас должен быть? Не, я думал, что в этой коробке холодильник. Вот весь наш диван. Две коробочки. И они должны его собрать. То есть вот я заплатила за диван, когда покупала онлайн. Написано было, пересылка, бесплатная доставка, и они его должны собрать. Это Костка такой вот сервис делает. Но на самом деле, я читала, когда отзывы про этот диван, люди писали, что точно такой же диван видели в вэерхаузе за 2000. То есть так он стоит 2400, 2500, я уже не помню. Вот, из 500 долларов, по идее, это все равно это вот это вот все стоит. Ну пока так, попочек. Потом, как надо, переставим. Нам же не обязательно сразу сейчас его ставить навсегда. Те, кто доставляет эту мебель, вообще маски не носят. Ну вот, насколько с Костка поставляли все, доставляли, никто в масках не был. Так, я что-то думала, что он меньше будет. Это только одна часть его. Вот это. И еще будет такая часть. Да, я сейчас, наверное, думал, что он будет поменьше. Я искала поменьше, попульчик. Я уже все диваны поперерыла. Если будет что-то не так, сдадим. Можно заказать возврат, если нам не понравится что-то онлайн, и они приедут, заберут бесплатно. А можно самим в Костка отвезти, но я думаю, что это не вариант. Ну там написано, если вы хотите быстрый рефон получить. Вот. Но я надеюсь, что нам все понравится. Цвет такой. Что, воняет, да? Такой вонючий коровый. Вонючий коровый? Ну да. Не хотела кожу, не хотела. Но... Еще плюс то, что вот дети и кошка. Это меня прям тоже... Я очень хотела белый диван, а белый тканевый потом не отморчила. Не моешь. А кожаный протер и все. Сейчас зрители начнут писать. Белый, чего вы все? Белый, белый. Хочу белый. Все, вот хочу и все. Не хочу никакие ни цветные, ни коричневые, ни темные. Хотела светлый, белый или бежевый максимум, что я хотела. Но бежевый я не нашла ничего такого. И серый не хотела. Вове все равно, да, Вов? Да. Причем, он посмотрит. Когда у него спросил, Вов, ну что, покупатель нет? Он говорит, как хочешь. На картинке он был кипельно-белый. Но я почитала описание, и там написано было, что цвет слоновой кости. Вроде как. Ну, я подумала, что будет отлично. Тебе нравится, Вов? Очень. Правда? Угу. Или ты, чтобы меня утешить? Чтоб тебя, Вов, утешить. Мне очень нравится. Так. Они снимаются. Вот эти три подголовника будут опускаться и подниматься механически. А другие два, на рекламе... Да. Кнопочкой нажала, и она... Тот, что мы хотели сначала купить в Ромстугово тканевый, подобный, там все-все спинки нужно самим поднимать, и они такие, не это... Не крепились ничем, можно было легко опустить. То есть, легко опускались. Неустойчивые. А эти уже немножко другие. Мне, конечно, не нравится то, что они ходят по ковру, по нашему, в обуви. Но мы их не можем, да, заставить снять обувь нами? Можем. Но для этого надо было на дверь повесить объявление, что в этом доме в обуви не ходят. Мы не можем его сказать с ними обувь. Мы можем повесить объявление. А что ты не повесил? Забыл. В этот раз... Тут ножки какие-то, это самое, странные, да? Ножки такие просто, палки. По краям палки вот эти вот, а в середине что-то другое, да? Под тяжелыми. Да. Блестяще. Что-то я не учла, что у него ножки блестящие. Так, это получается вторая часть, как кресло без этих... подлокотников. Раскладное кресло, реклайнер, с кнопочкой раскрывающейся. И это все будет цепляться к основной части. Трак-арентал, папульчик. Да. Как Костка. Арендует траки? Да. Ну вообще неожиданно. Возможно, это вот эти парни арендуют, а не Костка. А, ты думаешь, они как-то... Возможно, они сами арендуют трак и берут просто эти самые работы у Костка и все. Так, они вот так вот нам его поставили. Но я думаю, что нужно его будет чуть-чуть вот сюда подвинуть. Чуть-чуть вот сюда сдать, чтобы там побольше места возле елки было. А то, получается, там места нет совсем. Назад сейчас его сдвинем. Так, сейчас посмотрим. Надо еще полы протереть за ней. Они в обуви ходили. Так. Ну что? Цвет хороший. Я думала, что он будет кипельно-белый. А он как раз такой, какой нужен. Приятный такой, слегка бежевый. Ну-ка. Вот тут еще гляньте эти штуки. Ты чего, спину прострелила? Не? Не? А можно эту как-то вот так больше чуть-чуть? Во. Удобно? Или так все? Хорошо. Ну все, теперь Никиту отсюда не вытащишь. Пледик где-то там Татьяна подарила накидывать. И второе такое же так же разбирается. А это просто механически. Да, второе вот управление, но он не подключен. Там провод не натянется. Ну-ка так, я присяду мягкий. Да, нормальный. Так, вот это получается. Так, поднимается. А как оно фиксируется? Что, я его подняла и все, да? Как его зафиксируется? Обратно. Обратно. Я думаю, что он по телу чуть-чуть идет. Нет, чтобы наполовину. Чтобы вот так вот. Вот так, да? Ага. То есть он не опускается. Ну-ка, дай-ка. У него, видимо, есть несколько ступеней остановки. Ну-ка. О, удобно. Единственное, что мне кажется, что не очень глубокий, да? Вот тут. А, ты вот там ты сел, там нормально. Вот здесь не очень глубокий. Вот здесь очень глубокий, здесь не очень. Здесь можно тоже посидеть. А вот здесь нормальный. То есть он разнообразный такой. О, вот здесь нормальный. Это диван. Здесь то, что нужно. Да, Никита сразу начал включать, подключать. Как тебе нравится цвет? Мы купили диван. Тебе нравится? Очень классный диван. Так, я думаю, теперь его надо назад чуть-чуть сдвинуть Вот туда, чтобы чуть-чуть пространство здесь сделать Осталось купить подушечки Может быть, еще чуть-чуть сюда Может быть, а может так и остать, потому что прохода здесь не будет Почему мне захотелось именно его купить? Потому что за счет вот этого и все, и открыто пространство Это самое-самое, из-за чего я хотела Именно такой диван Цвет приятный Кожа, ну ладно, зато мыться будет легко Кожа хорошая, мягкая Нравится? Да, очень красиво Осталось полы протереть Куда это, бумажанцы? Там у нас, где все эти ресепты У нас инструкции и всякие Стопочка большая, все новое дома Ну все, Никит Теперь балдежка наступила Теперь балдежка наступила Зрители начнут писать, что вы все сделали белым А я хочу все белое Я жила все время во всем коричневом, темном, сером А теперь я хочу во всем белом жить И мне это очень сильно нравится Это мое желание И диван на самом деле крутой Хана диван Хана дивана заиграют Сейчас Никита с ним разберет Так, нам сказали в течение 72 часов осмотреть все Проверить царапины, неполадности И сконтактировать с ними, если что Не знаю, заменят что ли Короче, пока положили старенькие подушечки сюда Чтобы дети могли посидеть Вот, и рассуждаем, как нужно поставить Потому что это вот сейчас пока вот так поставили Но мне как-то не очень нравится, как это все выглядит Вот это вот все торчит Ну, плюс это плохо подсоединено Потому что провода не подцепили там, не присоединили Папульчик Соня, знаешь, как предлагает поставить? Соня предлагает поставить вот эту часть к окну параллельно Вон там вот так А вот здесь вот так Представляешь, сколько сразу пространства откроется? Да, но я имею в виду, он же не будет так стоять, когда мы уберем елку Да, и она, если сейчас мы, допустим, развернем вот так Тоже будет неплохо И камин будет открыт, и пространство открыто будет Мы можем большую часть вот сюда поставить Этот маленький вот сюда А это будет открыто Мы можем все время ставить, менять Мы можем его как и вон Мы можем его вообще в гараж внести И не пользоваться Не, ну мне идея, Соня понравилась, как новую ту часть Он же у нас получается сейчас подключен Непонятно как Да А вот эта часть вообще не подключена Это удлинитель Ну это по-любому надо удлинитель И его, скорее всего, надо будет под ковром вот в ту розетку, да, тянуть? У нас попутчик есть... Единственный удлинитель у нас вот этот, но он коротюсенький, и мы его не дотянем У нас есть огоньки, которые не светятся, но проводят ток Как провод можно, а он тоненький там где-нибудь пустить к этим Ну можно и так сделать, да Подушки, конечно, вот эти коричневые здесь совсем не смотрятся Соня принесла беленькую, вот эту, вот эту более-менее нормально, хорошо смотрится Вот Ну что, будем смотреть, ориентироваться У нас, да, еще в гараже, я их не стирала Эти я постирала, эти чистенькие, а те в гараже еще как перевезли, так лежат грязные Что у нас? Следующая по мысли Следующие покупки основные, которые у нас остались, это стол со стульями, забор Но имеется в виду в дом Да, в дом, во внутрь, мебель еще для маленьких А может соседи построят, эти себе, эти себе, эти себе А нам и не надо, нам и не столько по бокам Я думаю, что все так рассуждают и все ждут, когда друг у друга кто-то поставит у них заборы Но этот Фрэнк я видел, ходил с каким-то дядечкой, они что-то тут размеряли, что-то отмечали Друзья, всем привет! Приветствую! У нас замечательный, я хотел сказать, осенний день Хотя, по идее, здесь еще осень, да? У нас календар на осень сейчас Да, у нас прекрасный осенний день И мы с Вовой решили съездить в пару комьюнити, которые находятся недалеко от нашего дома нынешнего Вот, и просто на них посмотреть Я хочу на эти комьюнити посмотреть вживую, так как весной я тщательно их изучала онлайн Прежде чем остановиться на вот том комьюнити, в котором мы сейчас живем Они все находятся недалеко Все эти комьюнити, как Маму сейчас сказала, находятся неподалеку от того места, где мы сейчас живем Все они относятся и находятся в том же городе, где мы живем Все они относятся к тем же школам, где учатся наши дети И из них мы бы ездили в те же самые Костка, в те же магазины Все это же деревня? Все очень близенько от того места, где мы живем Я их изучала, прежде чем выбрать наш нынешний дом, нынешняя комьюнити И получилось, что не остановил на них свой выбор Вова еще в этом пока не участвовал сначала Я все ресерчи делала, все исследования Вот, в одном из комьюнити было очень дорого И такой бы дом, какой у нас, там бы стоил тысяч на пятьдесят дороже Именно поэтому не выбрали Хотя я рассматривала варианты четырехспальные И четырехспальные мы смогли бы себе купить Но мне там не понравилось, что там нет никаких этих Ни бассейна, ни парка, ничего не было Там просто дома У нас хотя бы в этом комьюнити бассейн С тех пор, как переехали в Южную Каролину, все время думаю Вот бы заехать посмотреть на них, как это все вживую Пожалею, что не остановила свой выбор на этих А второе комьюнити примерно нашего же уровня Но там больше всяких вот этих вот штучек Плейграунд, игровая площадка, парк, тротуары, по-моему, я не уверена Вот, также бассейн Но вот это второе комьюнити строилось значительно позже того, что мы сейчас живем И мы бы даже еще сейчас не заселились, если что-то там нашли А нам нужно было, как вы знаете, уже срочно переезжать, срочно заселяться И мы не хотели ждать Вот, и, короче, мы не остановили выбор тоже На нем Так, пока мы туда едем, хочу поговорить на одну тему Нам зрители, некоторые пишут Что вы набираете кредиты, ругаетесь на нас, что мы кредиты набираем Вов, расскажи про наши кредиты Мы кредиты не набираем Мы покупаем все на кредитную карточку Это правда Но кредитная карточка тем и хороша Что когда вот на данный момент, скажем, предположим Сейчас у нас нет денег в банке Мы используем кредитную карточку Но по прошествии, там, скажем, трех-четырех недель Мы оплачиваем эту кредитку своими уже наличными, скажем так, деньгами И мы не платим никаких процентов Мы не платим никаких там Ничего сверху Плюс Мы выплачиваем в этот же месяц всегда К эту кредитную карточку полностью Плюс у нашей карточки, у кредитной, огромные кешбэки Которые накапливаются потом в конце года Ну, точнее, в начале следующего года Мы получим огромный кешбэк Что тоже немаловажно Именно поэтому мы оплачиваем кредитными карточками все А потом просто в этом же месяце оплачиваем полностью Мы не любим кредиты, мы их не оставляем У нас только один-единственный кредит Только на дом и все Да, у нас только один-единственный кредит Плюс еще идет кредитная история Она очень важна Именно поэтому мы купили на хороших условиях вот этот дом Низкий был процент Нам дали самый лучший вид ипотеки Самый удобный, самый выгодный Ну и процент, кешбэк, конечно же, имеет роль Поэтому у нас все, что мы покупаем в дом Нет ничего в кредит, нет ничего в дом Ну и вернемся к этим комьюнити Сабдивижн еще их тут здесь называют Райончики, микрорайончики Тот, в первый, который мы едем, он дорогой Дом, который мы могли бы себе там позволить Был бы значительно меньше того, что мы сейчас имеем И, как я уже сказала, ни бассейна, ничего там не будет Там только дома дорогие Так, мы уже почти в него приехали Здесь достаточно хорошие райончики везде Вокруг, куда ни глянешь, везде эти микрорайончики С приличными домиками Можете видеть красоту, да? И, главное, опять нигде нет тротуара Я не понимаю, почему в Южной Каролине вообще не нуждаются в тротуарах Вот нет ни обочины, да, чтобы пройтись Ни на велосипеде негде проехать Вот нет такого Вот это вот мне не нравится И не нравится то место, где мы живем А, кстати, насчет дома Нас начали на нас многие наезжать, возмущаться Почему вы там так долго добивались этого дома А теперь хотите переехать Типа нас не поняли Мы никогда не говорили, что мы хотим на этот дом В этот дом навсегда переезжать, да, Вов? Мы всегда этот дом рассматривали как стартовая площадка Переехать, закрепиться, осмотреться И потом устраивать свою жизнь дальше Но если так получится, что нам все будет нравиться Мы привыкнем к этому дому Полюбим его прям сильно-присильно Мы не убираем этот вариант тоже Будем смотреть дальше Но изначально мы этот дом рассматривали как стартовую площадку И если рядом будет строиться комьюнити Там будет намного лучше условия И мы будем финансово состоятельный купить там дом То почему бы не лучше условия? Так, вот этот район, где подороже дома Написано от 200 На самом деле здесь нет за 200 домов вообще From the high 200 А, значит под 300, да? Но здесь все дома за 400 и больше стоят в этом районе А, сейчас я еще вернусь к тому, что Еще Model Home даже открыт О чем мы даже сможем туда зайти посмотреть или навряд ли? Я думаю, что все вернет Видите, как красиво все здесь Домики такие поцивильнее, подороже Кстати, застройщик тоже, Диархортен Тот же, что у нас Просто класс домов чуть-чуть повыше Так, ну смотри Трудоваров нет, дорога такая же В чем отличие? Все дома без исключения с каменной отделкой Видишь, здесь такой большой Скажем, на нашем доме каменной отделки практически нет Сайдинг получше А вон там, вон я вижу уже тоже смайл Папульчик, на сайдинг смотри получше, да? А, здесь этот hardy playing Да Да, это все угрожает Вот этот сайдинг, это то, что по бокам отделывает снаружи дом Чем мне там кто-то что-то шлет Чем снаружи отделывается дом? Вот спереди кирпичиком, а по бокам и сзади отделан материалом дороже, чем у нас дом И планировки Да, видишь, какие здесь домики такие Посимпатичнее, подороже наших, скажем И когда я рассматривала этот вариант, мне казалось, что жить здесь будет хорошо А вот я сейчас смотрю, но ничем улица от нашей не отличается Такая же ширина дороги, так же нет тротуаров Такие же деревца стоят, все то же самое Участки точно такие же, между домов точно такое же расстояние Ну что, мы чуть проехались, я так могу сказать, что не пожалела, что мы остановились на том микрорайоне Потому что, в принципе, все-таки у этих вью какой, да? На горе стоит, да? На самом деле, ну что тут необычного в этом вью? На горе Ну все равно так сзади, поэтому вечером все шаганьки светятся красиво Дома посимпатичнее, это однозначно И все Ты чего скажешь? Ну, внешняя отделка, да Я вижу, они какие-то вот эти, с какими-то вот этими башенками, как будто бы башенками Внешняя отделка поинтереснее Я думаю, что вот этот дом, скорее всего, стоит 1470, а может быть, 500 Я думаю, больше Да Скорее, к полумиллиону Да А в Спакине такой бы стоил, мне даже страшно представить К миллиону Да Вот с таким бы участком, с таким районом Поехали теперь в другой район, да, едем, он тоже здесь недалеко Который я более рассматривала, но который позже строился, и мы бы долго ждали Мы едем даже там, где еще дорога не проложена по гуглу По гуглу еще дороги нет А, хочу продолжить тему про дом, то, что зрители возмущались Что даже в легкомыслии нас это объявили, хотя мы никогда ничего не скрывали и никогда не говорили Да, вот, выскажу мысль, почему так боролись люди в недумении Вы так боролись за этот дом, а теперь хотите съезжать Мы боролись за этот дом, потому что мы заключили контракт в марте на одну стоимость дома А с марта по октябрь цена выросла, насколько мы говорили, на 40 тысяч, да? На тысяч на 50 Ну да, это как минимум цена этого дома То есть мы в октябре купили дом по цене марта Сейчас просто невероятный рост цен на жилье И нам получилось, что мы выгоду поимели финансовую в этом, то, что мы купили этот дом То есть мы сейчас его продадим, и у нас будет навар всего лишь за то, что мы купили его по цене марта Получается, да, вот если мы сейчас захотим продать, вот даже через год Даже наш билдер сказал, строитель, что у него уже 50 тысяч 50 Но я думаю, что, возможно, к весне будет еще больше Потому что не прогнозируют падение цен на жилье, прогнозируют замедление подъема цен И даже если мы год еще поживем, то есть мы будем на этом зарабатывать деньги, на том, что мы живем в этом доме То, что мы им владеем Да, и если мы захотим другой дом купить и продадим этот, то вот это уже разница Мы уже вложим в новый дом, в другой То есть мы так и планировали, мы не планировали сидеть в этом доме Да, ну а вдруг получится так, что мы не сможем ничего другого найти И финансово не сможем И будем жить в этом доме, и отличный дом, и наслаждаться Мне сам дом вообще все нравится Вовте, нравится вот сам дом? Нет никаких таких моментов? Нет, у меня никаких моментов нету За исключением мелких царапин, которые они так и не закрасили Но меня это вообще не тревожит, нисколько не расстраивает Мне, что называется, вообще пофиг Сам дом хороший, добротный, держит тепло, держит холод Вот теперь я вживу, наверное, на это камень здесь посмотрю Вот, мне не устраивает, и сразу, когда мы покупали, я понимала, осознавала Меня только не устраивает в комьюнити вот то, что не хватает Здесь негде гулять пешком Да, но здесь, я так понимаю, гуляй, еще строится Здесь только, вот видишь, оно новее комьюнити Еще видишь, сколько домов коробок А у нас уже Вот он тоже, модел Дэн Райан Билдерс Что-то мне кажется, что это 500 долларов штраф за что-то сразу Что-то мне кажется, что дома даже попроще, чем у нас в комьюнити Тебе не кажется? Да, одно Просто здесь, в этом комьюнити, есть парк какой-то Диархортон, да Парк, какая-то игровая площадка, бассейн, тротуаров тоже нет Ну, по крайней мере, видишь, там намного больше комьюнити Можно пройтись, погулять даже без тротуаров Можно в парк дойти, можно на игровую площадку сходить Смотри, на этой стороне вот нету, совсем нету отделки каменной Здесь чуть-чуть есть на этой стороне Не, ну дома, я так понимаю, даже попроще, скорее всего, в нашего комьюнити У меня такое складывается впечатление Хотя сейчас дома уже выше, дороже в цене, чем в нашем комьюнити Потому что в нашей комьюнити строили раньше, цены были другие И здесь бы мы за ту цену, за которую купили этот дом, купили дом значительно бы проще А вот о чем я говорила Вот, видишь, у нас такого нет А, тут есть теннисные площадки, теннисные корки Игровая площадка Нет, это не теннисный корки Нет, это теннис, но просто какой-то он уменьшенный Да хоть такой, с детьми прийти поиграть в теннис Бассейн, видишь, какой Ну, бассейн примерно такой же, как у нас только он квадратный Клабхаус побольше Дети перебегают через дорогу запросто Вот, и тут еще строится, строится и строится И где-то должен быть парк какой-то еще Вот, но если бы мы здесь купили дом, то за те деньги, за которые мы купили тот дом Мы купили бы дом, бы здесь значительно попроще И значительно позже Позже, да Потому что каждый месяц повышались цены на 5-6 тысяч Так, а вот отсюда еще, вот, видишь, дальше Да, это все будет еще строиться, строиться, строиться И здесь будет огромное комьюнити Здесь будет очень много вот таких вот плюшечек Там даже камина огромная, видишь, какой-то есть тоже Здесь в этом плане получше Вот, а у нас этого ничего нет и, возможно, не будет Я не знаю, по крайней мере, вот в нашей петелечке, нашей комьюнити Там точно негде строить никаких парков, ничего Мы просто ориентируемся на местности, наблюдаем, смотрим, изучаем обстановку И если, допустим, где-то рядом вот тут будет строиться комьюнити Со всеми вот этими вещами, которые я перечислила То почему бы не переехать, если будет финансовая возможность такая Если будет возможность улучшить жилищные условия При этом многое не меняет, то мы, конечно, это сделаем Причем этот дом мы выгодно купили И если мы продадим, у нас уже будет на большой down payment деньги На большой первоначальный взнос И мы сможем позволить себе купить лучше дом Подороже Да Вот мы сейчас проехали по двум комьюнити И я опять-таки сделал вывод, что мы правильно приняли решение Купив тот дом В том доме я обратил внимание, там водонагреватель такой Баллон стоит Да? Хотя это тоже Дерхортон Да Смотри, видишь баллон? Угу Это говорит о том, что дом дешевле Угу В нашем доме стоит У нас много таких плюшечек, которых нет в других домах Мы очень круто купили дом По такой цене сейчас Мы такой дом никогда не купили бы в этом октябре Если бы мы не заключили контракт в марте Смотрите, у нас ипотека на 250 тысяч Этот дом сейчас уже стоит Мы его выставим, если за 350 Он тут же уйдет И на него будут, скорее всего, ставки еще ставить И уйдет дороже значительно То есть у нас уже, уже будет это На следующий дом большой даунпеймент Слушай, ну я была уверена, что здесь круче А теперь я не жалею, что это, да? Ты еще скажешь Несмотря на то, что плюшечек Ну вот тот предыдущий, который мы в район видели Он побогаче Но там ничего нету Но там ничего нету А этот район попроще Но здесь все есть Все, что для жизни хотелось бы иметь Ну наш район уже полностью закончен Там уже не будет стройки А вот здесь, смотри, вот этот вот Дальний участок этого района застраивается И он будет Через там будут все ездить, понимаешь? Через дома, которые уже закончены Плюс вот эти два микрорайона Они находятся дальше от городов и от магазинов На 5-7 минут Мы ближе живем То есть это тоже имеет значение И к школам, и ко всему У меня все время такая глодала мысль Что мы все-таки, может быть, ошибку сделали И еще раз я убедилась, что мы не сделали ошибку Купив тот дом За ту сумму Вот Все, я теперь успокоилась Так, вот здесь не лучше Здесь я разворачиваюсь Но похоже, район-то не заканчивается здесь Он идет дальше Здесь еще разра... Вы посмотрите, здесь просто целину Вспахивают и заселяют Заселяют Или просто целину вспахивают Здесь джунгли убирают Потом целину вспахивают И только тогда заселяют Лет через 10 здесь будет просто Такая плотность населения А пока что вокруг леса и природа И свежий воздух Еще раз повторюсь Получается, что за счет того, что вот эта комьюнити Строится позже, чем наша комьюнити Здесь дома дороже Но не из-за того, что здесь дорогие дома Себестоимость их значительно ниже тех домов Которые в нашем комьюнити Начинка внутренняя, материалы отделочные И все Вот так вот Получается время, да? Какие-то полгода Временной период Месяцы Расстояние И дома в цене настолько выросли Что мы успели купить по старым ценам А это уже по новым Но мы начали поиск дома в феврале Я в январе начала Ой, да, в январе А в марте, когда подписывали документы Уже цены сильно выросли Вот за эти полтора месяца Или там за месяц Пока мы думали На 15 тысяч где-то выросли А дома вот такие А с тех пор еще сильно выросли Ну и мы сейчас едем в сторону нашего дома И вспомнили, что здесь по дороге Между вот этими нашими комьюнити Стоит комьюнити Которому лет на 15 Я этого не знаю Сейчас проедем, посмотрим Ну, мы хотим просто показать вам И сами посмотреть на комьюнити Которые строили здесь значительно раньше Потому что за счет того, что Спрос здесь на жилье сильно вырос Сюда все едут Начали строить как? Халтурить, да? Убирать плюшки из комьюнити Всякие Убирать различные плюшки Вот эти вот всякие штучки Из комьюнити И согласятся и на это Типа купят и так Вот И мы сейчас заедем Посмотрим, как здесь Строили пораньше Когда не было такого спроса на жилье И здесь было, кстати, очень дешевое жилье Я думаю, что дома те, которые мы сейчас вам покажем Я думаю, что раньше стоили 1150, наверное И, кстати, что говорят про цены на дома? Я этим вопросом все время интересуюсь Читаю много информации Ищу про это Как я уже сказала, говорят, что Спад на рост Цен на жилье будет Но что обрушение цен на жилье И снижение Да, наверное, вот это Да Мы уже проехали, да? Спасибо, Владимир Владимирович Уже Ближайшие пару Троечку лет Точно не будет Надо учитывать еще и то, что Сильно доллар обесценился Да Кстати, вот тоже комьюнити Какой-то неплохой И я думаю, что вот этому как раз лет 15, наверное, есть, да? Это вот то, что Даже покруче того, что мы первые показали, да? Тротуар Примерно такой Да, но тротуар только с одной стороны Да хоть с одной стороны И то из-за того, что, видимо, здесь почтовый ящик А дальше, думаешь, нет ничего, да? А дальше сейчас Дальше есть Участки по простору Между домами расстояние побольше Домики здесь поинтереснее, да Вот, здесь уже цены другие Но я думаю, что буквально года 2-3 назад Эти дома были дешевле, чем то, что мы сейчас купили Я практически уверена Ну, я думаю, что это не старый район Я думаю, что это современный А, да, 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 правда Правда Деревца совсем молоденькие, да Все равно, я думаю, что 2 года назад Если построили Я думаю, что года 2 этому району И мне почему-то что-то подсказывает Что эти дома стоили 2 года назад Так, как сейчас наш стоит Настолько выросли дома в цене Что Получается, чем раньше ты успел Успел купить дом в Америке Тем больше выгоды ты сейчас поимел На каждом из этих домов тоже вот эти есть выступы Как башенки, видишь? Как и в тот район, который мы заезжали Здесь, конечно, дома прям значительно симпатичнее И значительно больше участки Вот этот красивенький дом Они все хорошие здесь Я хочу посмотреть тот, который другой район Помнишь? Ну, сейчас вернемся Просто мы по ошибке сюда заехали Так, ну это тоже свежие Но постарше Это постарше Судя по деревьям Здесь уже постарше Тоже участки побольше Смотрите, расстояние между домами Тротуары с двух сторон То есть раньше строили Земля была намного дешевле И стройка была дешевле И, видишь, делали И тротуары, и все делали Ну, мне кажется, здесь дома покрупнее Да? Мне кажется, метраж их Не внутренний побольше Они как-то прям помассивнее Но здесь цены на дома выросли в два раза И, скажем так, года два-три назад Они были доступны, эти дома А сейчас нет И стиль домов, видишь, такой Больше под старинку Да, такой чисто южнокаролинский Чисто южно-востоко-южный Американский, да? Что-то вот такое Наверное, ближе к английскому, наверное Что-то такое Живописненько здесь И здесь многие дома У них нету на фронте этого самого гаража Видишь? Гаражи сбоку И у этого дома сбоку И у этого у всех домов У всех домов, которые стоят В диапазоне высоком стоимости Гаражи где-то сзади У этого дома есть и отдельный гараж И в доме есть А каменная труба, глянь, какая Домики красивые, конечно Получается, что вот мы в новодел Заселились Такой, который клепали Побыстрее на маленьких участках И так сойдет, и так купят И так купят дорого А здесь, видимо, уже старались Здесь уже постарались И вот наш район окружен Вот такими райончиками Или как вот мы вам показали Тоже новоделом Только еще более Простым Но за те же деньги Опять никак не можем доехать до дома Решили заехать в то комьюнити Которое наше Мы уже снимали здесь Достраивается более дешевая часть Здесь поменьше дома Поменьше участки И они практически уже стоят Столько же, сколько наш Только из-за того, что позже строятся Они дешевле, меньше и попроще Смотри, гаражи у них не крашеные Видишь? Защедраченные и зашпаклеванные Да То есть нам получилось купить дом Со всеми возможными Плюшечками Которые можно было купить за эти деньги Что-то мне с ним прицепило слово плюшечки Откуда я его взяла? Я не знаю Есть хочу Ты его поменяй на слово фишечки Фишечки, окей Фишечки, я что, в казино захотела? Ты что, в казино хочешь? Так, ну и решили проехать здесь Я бывала в казино Мы надеемся Так как у нас написано в комьюнити Что вот еще здесь что-то будет Из фишечек Написано камен Да Мы думаем, может в этой части В этом ответвлении А это что за дом? One car garage вообще? Да И такое тоже есть С гаражом на одну машину И участки у них совсем маленькие-маленькие Вот, намного меньше все, чем у нас Вот, мы сейчас проедемся Посмотрим Может все-таки здесь где-то есть местечко На парк или на какую-то игровую площадку Это через дорогу от нашего Но это считается продолжением нашего комьюнити Ты где-нибудь видишь что-нибудь тут? И у них вот тут написано Бассейн Но бассейна нет Я так понимаю, что они будут в наш туда Ну как, это, наверное, тоже к ним будет относиться Я почему думала, что только там к нам относятся? Но у них здесь написано на сайте в описании Что у них есть бассейн Ты видишь бассейн? Ну, сделают А мне кажется, что это все туда к нам Очень важно Когда ты живешь в местностях, да? Где у тебя есть тротуары Где можно на велосипеде доехать до парка Да, вот, да? У нас есть недалеко здесь парк На нем на машине ехать Сколько? Минут 4, да? Да, но на велосипеде туда не доедешь Потому что на велосипеде физически по времени нормально А дорога такая, что тебя раскатают Она и узкая, и скоростная И сразу вот такой обрыв То есть ни тротуары, ни обочины, ничего нет Здесь нет вообще жизни для пешеходов никакой И если у тебя в комьюнити нет каких-то таких вещей Чувствуешь, как будто ты в клетке какой-то запер Велосипеды грузить в машину И везти их в парк, и там кататься Ну, блин, ну, бред В парк нужно из дома на велосипеде ездить Так, а что здесь? Здесь какой-то... Вот, может быть, я на это думала с карты, с гугл мэп Ну, это водоотстой Короче, мы ничего такого не нашли Не знаю, где они собираются что-то делать